Оставляю до Адиза Старшего. Все, поехала я. Так, хочу, ребят, вам что-то показать. Смотрите, у нас сосед занимается старинными машинами. Смотрите, какая машинка приехала. Классная, да? Ну вот. Так, ну ладно, а мы с вами в магазин. Куда же еще? Всем привет, мои дорогие мальчики и девочки. Сегодня такой экстренный выпуск. Я знаю, вы все ждете моей церемонии. Завтра будет это видео. Значит, что хочу сказать. Вы не поверите. В Америке недостаточно еды для новорожденных. Это просто катастрофа. Это даже не смех. И вообще это, ну ни в какие, как говорится, ворота уже не лезет. Значит, дело в чем. Так как был этот всемирный вирус, то очень много компаний, они просто обанкротились, закрылись, и у них недостаточно вот этого молока. Переработанное в сухие смеси. И вы понимаете, наш начальник, он как бы вообще не беспокоится о детях Америки. Он в первую очередь беспокоится о детях тех стран, латиноамериканских. И представляете, он отправил две баржи огромные, с детским питанием туда, в помощь. И американцы, они в шоке, они говорят, что он делает вообще. Наших детей нечем кормить. Представляете себе такое? Ну это вообще уже просто маразм, ребят. Да такого, такого в Америке никогда не было. И я вам сейчас докажу. Кстати, мы были в Коско, я сделала видео небольшое. Нету детского питания. Полка, где вот были, ну там смеси, там есть и жидкие смеси. Пусто. Представляете? Вот, ребят, вот нету детского питания. В Америке сейчас катастрофа. Только дайперсы. Видите, пустые полки. Представляете? Вот я сейчас еду в другой магазин, ну по своим делам, естественно. И заодно посмотрим, есть ли там детское питание. А мы, кстати, новости посмотрели. И женщина одна, ну она, либерастка. Она, значит, такая, а что говорит? Ну ничего, надо делать аборты. Инфляция, все дорожает. Питания детского нет, делайте аборты. Ну и там оппонент был один. А что делать, у кого уже шесть детей, знаете? А из них там трое новорожденных. Это, конечно, для Америки огромная катастрофа. Ну, в общем, что хочу сказать. Очень много высказываний по этому поводу. Умных людей. Да, не те, которые до сих пор хлопают в ладоши нашему вот этому начальнику. Я его даже, знаете, как вам сказать? Я его даже начальником не хочу называть. Вы мне там пишите некоторые, критикуете. Начальники тебе не нравятся. Я еще не знаю, что он делает с этой страной. Все возмущаются, американцы. И вот эти вот, которые мне пишут, девочки, красавицы, и на меня там что-то наезжают и говорят, опять приплюсовывают там вот эту ситуацию. Девочки, мы здесь живем, в Америке. И вообще-то для этого человека прежде всего должна быть Америка на первом месте, а не то, куда он отправляет миллиарды каждый день. Понимаете? Для чего он отправляет? И вообще закрадывается такая мысль, она уже не закрадывается, мне кажется, она уже явная, что этот человек просто выполняет какую-то... Поэтому вот это вот все происходит, а нас, нормальных людей, простых людей, да, держат за дураков. Вот и все. Мне просто, знаете, так вот накипело. Вот я когда читаю комментарии, вот одна мне там пишет, расписывает, какие они молодцы, как они там помогают. Я все прекрасно понимаю, девочки, я знаю, что надо помогать. Но подождите, а что делать тогда со своими? Это же тоже неправильно. Почему-то этот человек, ну, этой страны, да, почему-то его вообще не заботят. Ни дети, ни люди, ни ситуация в стране, вообще ничего. Ему вообще фиолетово такое впечатление. Вот он ходит там, путает слова, путает вообще ситуации, путает вообще конфликты даже. Это же вообще просто уму непостижимо. Как такому можно доверять целую страну? Я не представляю. Но сейчас очень много идет дебатов, ребят. Вот еще вот эта ситуация с детским питанием, то, что вот так вот, да, то есть ему пофиг, он вообще не реагирует никак. Это катастрофа, ребят. Это вот реально я как бы рассказываю иногда, знаете, с юмором, но здесь реально не смешно. Не смешно. Вот вы идете в магазин, а детского питания нет. Вот представьте, у вас грудной ребенок, у вас нет молока. Вот что делать? Вот что? Я, например, не знаю, покупать обычное молоко и кормить ребенка обычным, я не знаю. Люди, я еще, кстати, смотрела видео буквально недавно, смешное. А мужчина, американец. Я же смотрю американские видео, ребят. Мне же интересно тоже мнение американцев вообще по поводу ситуации в стране. И люди возмущены, очень сильно возмущены. И вот один американец, он прям такое видео, знаете, сделал. Ты что делаешь? Меня уволили с работы. У меня нет ничего. Короче, а ты там деньги раздаешь. Миллиарды. Да какие миллиарды? Там этот, как он называется, биллион? Короче, там вообще уже о таких деньгах речь идет, ребята, что вы... Я даже не знаю, как это даже написать на бумаге. Это что? Они уже сопоставили вот эти выплаты, да, которые туда перечисляются. Ну, сами знаете, куда. Ситуация в Афганистане. То есть это вообще просто. Я не представляю. То есть настолько идет конкретное на «е» людей, аж слов нет. Представляете? И вот эти вот либерасты до сих пор что-то там кричат, про какие-то аборты, какие-то вообще придумывают разные законы, какую-то хрень, понимаете? Вот вообще тут на самом деле людям есть нечего, реально некоторым нечего, потому что денег нет. Да, есть миллионеры, сидят они там, они были и есть, но это старые деньги. А люди, которые вот сейчас работают, средний класс там, кто-то выше немножечко среднего, у них просто заканчиваются деньги. Элементарно на продукты. Ну, не знаю, ребят, может быть, кого-то это все устраивает в Америке, вот этих вот, которые мне все там кричат, Ира, что ты там, все недовольна Америкой. Так я еще раз повторяю, девочки, я-то, извините, уже тоже часть Америки и имею полное право кричать, что мне не нравится. Что вы там такого? Все американцы, они тоже возмущены, не только я. А вы меня вот все время тыкаете, не нравится, не нравится, вали в свою рашку. Вот заладили, как попугай, вали в свою рашку. Да я еще раз говорю, да свалила бы я, у меня здесь семья, муж и ребенок. Куда я уже свалю? Все, я попала. Попала, знаете, за манухи, как и многие. Я это смотрела, ну вот сейчас же очень популярно делают эту рулетку, да, ну вот это вот, разговаривают с разными людьми. Я тоже, кстати, хотела попробовать, но у меня что-то как-то и времени нет. Ну вообще интересно так вот поболтать, да, с другими. Смотрела одного парня, прикольно он так ведет там эти разговоры с разными людьми из разных стран. И вот парень был русский. И, значит, а этот парень из Америки, ну который ведет свои разговоры. И, значит, он у него спрашивает, а вы откуда? Я из Америки. О, круто, а вы откуда? Я из России. И вот он, значит, сидит и говорит, о, это классно, я тоже хочу переехать, какие есть варианты и все такое. А этот, который из Америки, у него спрашивает, а чего ты хочешь переехать, ты и что? Думаешь, что здесь лучше? Он говорит, ну, конечно же лучше. Я знаю, что здесь лучше, потому что я смотрел фильмы, я смотрел людей, которые рассказывают, что здесь намного лучше. А он у него, а он спрашивает, а ты здесь был-то сам хоть раз? Он говорит, нет, не был. Он говорит, так откуда ты знаешь, что здесь лучше? Ну, то есть я говорю к тому, что вот это вот то, что люди смотрят по телевизору, там, да, каких-то блогеров, которые стараются показать, как здесь реально легко и хорошо, и все зашибись, ну, естественно, тебе же нужно привлечь человека чем-то таким, как бы сказать, что у вас нет, да? Вот, на самом деле это не так. И я еще раз повторяюсь, ребят, что вот на сегодняшний день, вот мне, как иммигрантке, я вот вам, положа руку на сердце, могу сказать, что иммигрантам здесь очень тяжело, очень. Вот еще, знаете, у меня еще ситуация, вот девочки многие правильно пишут, Ира, ты должна Бога благодарить, что у тебя вот так вот все. Да, я согласна. У многих девочек вообще совсем другие истории, девочки мои, красавицы. И вот именно вот в сегодняшней ситуации, когда идет вот эта конкретная давка русских, вот я вам так и скажу, знаете, вот она вроде бы нет, вот нету дискриминации, вот поверьте мне, ни для кого нету, а для русских есть. Я просто не хочу, знаете, вот уже вот это вот перечислять и показывать, в каких моментах. Я вам просто вот говорю, что я это ощущаю, я это вижу и я это знаю. Мне вообще не стыдно. Я всегда говорила и говорю, что я русская везде, везде. Я вам даже еще скажу такой момент, что на самом деле вся эта ситуация против русских, это еще было до того, когда вот это все случилось. Я еще когда приехала, пошла в колледж учиться, да. И я как бы вообще, знаете, как цыпленок была, такой лупающий глазами, всем улыбающийся, так же направо-налево, многого чего не понимая. И, естественно, я всем говорила еще с такой гордостью, I'm from Russia, знаете, вот ну с таким. И как только я это говорила, девочки, мальчики, вот, например, в том же колледже, да, где все учителя, но большинство учителей, они все либерасты. Поэтому у них такая программа, что, ну, во-первых, на тот момент там очень сильно давили первого начальника, очень сильно. Я вам скажу, даже в колледже я была удивлена, училка вот эта жирная сидит с ляжками вот в таком платье коротком, не побоюсь, когда трусы у нее видны, у меня видео было про нее. Понимаете, она сидит и рассказывает, какой херовый, прямо так и говорит, какой он урод, какой он козел, первый начальник. Ну, вы понимаете, о ком я. То есть, и я, ну, я как бы сначала не вдавалась в такие подробности, потому что у меня вообще было фиолетово, мне бы тут вообще самой разобраться, что к чему. Вот, и когда я объявила, что я русская, то оно уже, знаете, как-то вот сразу холодок пошел. Это я вот вам хотела сказать. Ну, ладно, ребят, тема-то была про питание, да, отошла я далеко от темы. В общем, идем в магазин и посмотрим, есть ли здесь детское питание. Всякие здесь капусты, салаты, вот петрушка есть, а укропа нет. Хотела укропчик купить. Странно, что-то не могу найти укроп. Представляете? В общем, сначала сейчас посмотрю то, что мне нужно купить. Салат я собиралась взять. Так, это у нас что за салат, органический или обычный? Нет, обычный, надо мне посмотреть другой. Ну, ладно, и помидоры тоже мне. Вот помидорчики здесь есть. Вот они. Ну, да, выглядят, кстати, неплохо. Потому что что-то в последнее время беру, они какие-то мятые все уже. Так, а этот тоже мятый. Давайте вот здесь посмотрим сейчас. Да, вот эти неплохо выглядят. Возьму их. Так, салатики где? Сейчас, ребят, пакетиком нарву. Видите, какие здесь пакетики хорошие. Мне не так нравятся. Я их все время беру побольше, чтобы были. Знаете, я ж такая, я ж по-нашенски в хозяйстве все пригодится. Так, ну что, салат есть, нету. Хм, чуть не вижу салата. Да. Ну, ладно, что поделаешь. Так, хлеб я брать не буду. Хотела я посмотреть тортик наш любимый. Ну, вы знаете, вот этот крамкейк. Или кофекейк его еще называют. Есть вот такой. А, нет, это какая-то как слойка. Ой, смотрите, какая прелесть. Открыта, кстати. Плетеночка такая. Вот это, конечно, вкусняшки, но опасные. Сразу от них зад растет. Так, ну что, вот такой возьму тортик. Зайка любит. Вот думаю, может, кукурузку взять. Будем готовить. И вот кукурузку. Было бы неплохо. Сколько у нас? Четыре штуки за два доллара. Значит, надо четыре брать. А здесь все овощи, фрукты. Лук, чеснок. Все, что хотите. Что это такое? А, это манго. Смотрите, какая прелесть. Ммм, классненько. Кстати, очень вкусно делать с салатиком. Да, девочки, рекомендую. Кусочки манго, салат, объедение. Ну что, берем. Одну штучку возьму. Ну и, конечно же, арбуз. Да, я знаю, девчонки, вы мне пишите. Ира, не бери резанный. Я всегда, ребята, обрезаю с этой стороны и с другой стороны. Ну, потому что большой не могу брать. Я вам уже объясняла. Никто не ест. И вот, получается, что выброшенные деньги. Какие-то они все мокрые. Вот этот неплохой вообще-то. Не знаю, вот этот тоже неплохо смотрится. Что думаете? Да, они оба вроде такие неплохие. Возьму вот этот кусочек. Ну, вообще, они круглый год продаются. Ой, где-то ее уже бляпалось. Хорошие дени, ребята. Их привозят из Мексики, из Флориды. То есть, да, все тут созревает вовремя. Вот эти вот выглядят красиво, да? Ну, вот, пожалуйста, яблоки, апельсины. Можно большую купить. Арбуз 69 центов за паунд. Ну, за 400 грамм. Так, девочки, мальчики, а мне нужен фарш. Я уже здесь кручу-кручу, ребят. Ничего найти не могу. Весь магазин обошла. Детского питания не нашла. Сейчас пойду у продавцов спрашивать. Ну, вот, нашла одну единственную секцию. То, что вот для детей, да? Но смесей молочных нет. Вот есть всякие уже, ну, как, пюрешки там, яблочные, овощные. Каши есть тоже немножко. Но смеси нет молочных. Ну, в общем, такая ситуация. Видите, они так все сдвинули. С другими поставили рядом товарами, чтобы, ну, промежутков не было. Вот эти для зайки. Ну, я тоже люблю. Блин, тележка укладывается у меня. Вот облом. Приходится держать. Дальше. Девочки, мальчики, так рада нашла кружки кофейные. Потому что в других магазинах нет. Тоже дефицит. Для хот-догов такие булочки. Все, этот пакет уже полный. Сюда его. Так, чудо еще. Ну, вы видели вот этот тортик. Я его называю кофе-кейк. Соответственно, очень вкусный с кофе. Вот видите, какой объедение. Но много есть нельзя, девочки. Вот по чуть-чуть. Дальше пошел арбузик. Ну, тоже видели. Я думаю, что неплохой кусочек. Красненький, сладенький. Четыре кукурузы. Ой, упала. Сейчас, подождите, ребят. Вот я оттолкну. Да, вот такая кукуруза. Блин, не хочется открывать. Джон всегда открывает прямо там. Ну, в принципе, выглядит неплохо, я вам скажу. Смотрите, какая. Ну и женские дела. Тоже, девочки, чувствую, скоро дефицит будет. Сейчас мужики как начнут пользоваться. Все? Нам тогда куда бежать? Караул? Так, и все. Больше ничего. Сколько я тут потратила? Значит, получилось 54 доллара, 54 цента. Короче, что хотела сказать про детское питание. Обошла все вокруг. Но я вам говорила. Потом, значит, там стояла девушка. Она раскладывала товары. Я подошла, говорю, вы не знаете, где детское питание? В смеси сухие. Они называют baby formula. Она такая посмотрела на меня. Говорит, я не знаю, но посмотрите, вот в том отделе. Я, короче, подошла в другой отдел. Ну, вот помните, я вам показывала. В общем, там стоят только каши, пюрешки. Вот вам и Америка. Вот что делать маме, да? Вот приехала в один, второй магазин нету. Нет смесей для детей. Все, ребят, поехала я домой. С вами прощаюсь. Увидимся с вами завтра. Всем прекрасного настроения. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok